всем доброго дня рада что вы смотрите мой канал компа скетчин и сегодня с вами мы будем готовить три замечательные закуски это может быть не только закуска это может быть как и основное блюдо но давайте обо всем по порядку вот такие вот у нас томаты в соусе соус может быть зеленым желтым красным в зависимости от того какой сладкий перец вы возьмете из расчета двух килограммов помидор нам понадобится головка чеснока нам понадобится 4 болгарских сладких перца можно добавить по желанию один остренький берем много любой зелени кинза петрушка базилик ваша любимая зелень все это мы складываем в блендер все наши перцы зелень чеснок туда же в блендер мы добавляем две столовые ложки соли 4 столовые ложки сахара добавляем масло 100 миллилитров и туда же добавляем 100 миллилитров уксуса у меня яблочный либо просто любой шестипроцентный уксус наша зеленая смесь готова и сейчас мы нарезаем помидоры нарезаем любыми частями которые вам нравится но я предпочитаю вот такими вот кружочками и теперь если можно так сказать слоями будем их укладывать то есть кладем слой помидор заливаем зелень помидоры зелень и так пока не заполнится вся наша банка закрываем банку хорошо крышкой переворачиваем вверх дном и оставляем в холодильнике на 35 дней вот одно из моих любимых это томатный соус это не кетчуп это соус его можно есть совсем чем угодно ну понятное дело с пастой на пиццу мазать можно к яичнице подавать можно на хлеб мазать можно просто ложкой есть в общем голодными не останетесь этот рецепт не требует никаких пропорций нам понадобится много томатов и чеснок томаты нарезаем любыми удобными кусочками выкладываем их на пергамент туда же кладем чеснок добавляем любые травы которые у нас есть если есть свежие хорошо нет можно сухие добавить добавляем перец по своему вкусу оливковое масло соль конечно же и ставим в духовку минут на 45 периодически открываешь духовой шкаф чтобы выходила лишняя влага и вот такая вот моя абсолютно новая закуска закатка здесь у меня баклажаны и томаты изначально это я нашла рецепт как дип да то есть как тоже именно как закуска но когда я его попробовала я поняла что такую вещь можно в сезон сделать именно закаткой потому что его можно есть холодным горячим то есть это может быть именно как соус как отдельное блюдо это может быть гарнир это может быть как всегда все что угодно для этого блюда нам понадобится хорошая большая луковица и несколько зубчиков чеснока я чеснок люблю поэтому добавляю его всегда много лук мы нарезаем полукольцами но у меня вот есть такая помощница которая мне помогает на кухне сделать все быстро и тонко в сковородку с маслом и добавляем лук и туда же мы сейчас будем добавлять чеснок пока лук с чесноком пережариваются я нарезаю 2 средних баклажанов к луку мы добавляем наш нарезанный баклажан слегка его протушиваем и добавляем туда 500 грамм томатов нарезанных в собственном соку когда будете выбирать такие томаты смотрите чтобы там не было всяких разных консервантов они просто в своем собственном соку 500 грамм туда же мы добавляем 2 столовые ложки домашнего кетчупа 2 столовые ложки кокосового сахара либо другого что у вас есть одна четвертая чайная ложка каинского перца и соль пока мы с вами готовили наш дип томаты уже тоже приготовились осталось дело за малым вычищаем весь чеснок в кастрюлю с толстым дном мы перекладываем все наши томаты помидором мы добавляем чеснок оливковое масло может быть какие-то свои специи ставим на огонь и когда томат упустили такой сок мы снимаем с огня и блендируем и потом еще минуточек на 5 еще раз возвращаем на огонь и прогреваем все разливаем по банкам и а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...